Зрителям до 16 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. И тема нашей сегодняшней передачи – артериальная гипертония, очень распространенная патология, с которой мы можем столкнуться в любое время суток, в повседневности. А гость нашей студии расскажет нам об этой патологии. У нас сегодня в гостях Инна Евгеньевна Лещенская, врач-кардиолог, магистр медицинских наук, старший преподаватель кафедры кардиологии КАЗМУНО, заведующий поликлиникой СБС МЕД. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас у нас в студии. Ну, расскажите нам вообще, с чего все начинается. В народе мы понимаем артериальную гипертонию и принимаем ее как давление, то есть повышенное, пониженное. Расскажите здесь поподробнее, так как здесь с этой патологией сталкиваются не только взрослое население, скажем, но и молодое население тоже сталкивается. Да, спасибо большое. Но на самом деле артериальная гипертензия очень огромная проблема, и у нас большая часть населения об этой проблеме не знает. То есть да, у нас человек ходит, у него вроде бы как 140-150 давление, он думает, ну что, это все нормально. То есть он не обращается к врачу до определенного момента, пока его не произведет такой звоночек, что там или инсульт, или инфаркт. Вот я, конечно, уже тяжелые такие осложнения говорю, но в то же время, то есть многие не обращаются, и это плохо. Что сейчас еще, вот вы сказали про молодых, если вот раньше, когда мы начинали работать, то молодежь, это не была нашей группой, то есть группа именно пациентов. Таких пациентов было мало. Сейчас почему-то, ну 25, 30 лет, 35, 40, 45 лет, и они уже страдают артериальной гипертензией как таковой. И что здесь сложно, что сосуды не адаптированы, да, то есть риски дальнейших осложнений, они очень и очень, конечно же, большие. То есть эта патология связана с сосудами? Ну, в первую очередь, да. Почему? Потому что артериальная гипертензия – это именно тонус сосудов, высокий тонус сосудов, который позволяет вот именно повышать давление, грубо говоря. Вот, и да, за что я не люблю артериальную гипертензию, потому что она не болит. Я это объясняю всем своим пациентам. Они приходят и говорят, ну да, вот у меня там давление 150-160, я измеряю его, но меня ничего не беспокоит. Это нормально. То есть это так протекает наша артериальная гипертензия на самом деле. Когда начинаются какие-то симптомы, там головная боль или боли в сердце или за грудиной, то это говорит о том, что уже, ну, не всегда, но в то же время, что уже пошли осложнения какие-то. Вот. И в этом сложность гипертензии. А вообще, получается, какой человек предрасположен к этой патологии? То есть какое население? Это зачастую взрослые все-таки, да, если брать в общем? Конечно, конечно. И существует масса факторов, которые могут привести к артериальной гипертензии. То есть наша гипертензия – это не заболевание, которое вызвалось там, допустим, как ОРВИ, да, одним каким-то вирусом. Вирус вылечили и все. А здесь играет роль большое количество факторов. Ну, самые наши такие любимые – это курение, это избыточная масса тела, это избыток потребления поваренной соли, это гиподинамия. То есть вот эти вот факторы, ну, психосоциальные факторы. Опять же, это вот сейчас вот новое, что у нас ввели в артериальной гипертензии. Именно особенности там стрессоустойчивость, часто стресс – это тоже как факторы риска. То есть практически вся наша популяция, она подвержена артериальной гипертензии. Ну и плюс, конечно же, еще есть факторы, на которые мы не можем влиять. Это возраст. К сожалению, да, мы не можем повернуть время вспять и сказать, что там пациенту было 60 лет, а его там перекрутить на 40. Вот, плюс еще какие-то географические факторы. Опять же, мы живем в высокогорье, это тоже как… Климат, то есть тоже, да, воздействует? Климат, да, да. Ну, вот, факторов много, которые могут к этому привести. А вообще, получается, человек при рождении ребенок может ли родиться сразу с гипертензией? Или у него все-таки внутричерепное давление? Нет, внутричерепное давление – это другое. То есть внутричерепное давление – это давление ликвара. Артериальная гипертензия – это именно давление по сосудам. То есть это две абсолютно разные вещи. Вот, артериальная… Ой, внутричерепной гипертензией занимается невролог, детский невролог. То есть у него там уже своя специфика, и я как кардиолог в нее не лезу. А артериальная гипертензия – это уже именно давление то, которое идет по нашим сосудам. вот это и давление на головной мозг это на сердце на почки на органы зрения то есть ну вот масса масса органов которые подвержены именно воздейству артериальной гипертензии ну а мы как бы сейчас сезонность скажем да ну пошли жаркие дни летние дни вот она как-то может воздействовать температура воздуха как-то может воздействовать на именно поднятие давления обычно наши гипертоники они больше реагируют на осень весну вот именно вот эти вот перепады температуры допустим резко пошел дождь или там резко пошел снег сначала была жара потом изменилась погода наши гипертоники да на это очень сильно реагируют и бывают даже дни вот к примеру там было солнце к вечеру идет там тучки я уже знаю что завтра ко мне придет толпа пациентов с именно с кризами именно вот с повышенным давлением да такая тенденция есть вот когда что сейчас жаркие дни но тоже опять же это даже здоровый человек со здоровыми сосудами молодой плохо реагирует на вот такую вот жару поэтому надо много пить зачастую она остается и как бы я не знаю это образ жизни или нет у человека который перенес инфаркт да скажем или инсульт у него тоже могут возникнуть да или вы имеете ввиду после инсульта инфаркта возникает гипертензия да 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 гипертензия опять же чтобы возник инфаркт чтобы возник инсульт должны быть какие-то факторы вот бы бывает что наоборот сначала артериальная гипертензия потом инфаркт или инсульт чаще всего бывает так но конечно же это не всегда не у всех гипертоников возникает инфаркт и инсульт или там отслойка сетчатки. Нет. Иногда артериальная гипертензия сама по себе, инфаркт сам по себе. Потому что инфаркт, инсульт там тоже очень много других факторов. Но почему они все взаимосвязаны? Потому что артериальная гипертензия у нас, она приводит к дисфункции эндотелия. Что это такое, я сейчас сразу объясню. У нас на сосуде внутри есть такая маленькая-маленькая тоненькая пленочка, называется эндотелий. Она очень нежная, но она очень важная. Когда повышается давление, да, допустим, один раз какой-то стресс, давление 140 возникло, тут же снизилось, но вроде бы все нормально. Второй раз человек там постоянно курит, во время курения тоже давление повышается. Сейчас я, кстати, еще расскажу одну вещь про курение. Когда это просто какие-то мимолетные моменты, тогда, естественно, сосудики реагируют нормально, они быстро приходят в норму, эндотелий у нас тоже нормальный. Но если это постоянно, если пациент постоянно курит, если он постоянно неправильно питается, постоянно он в каком-то таком сжатом состоянии в стрессе, то эндотелий сосудиков нарушается, и на него начинают налипать бляшки. Вот мы говорим, это расклеротические бляшки, которых все боятся. И в зависимости от того, в каком сосуде эти бляшки налипают, мы уже можем получить или инфаркт, или инсульт, или проблему со зрением, или проблему с почками, или проблему с сосудами нижних конечностей. То есть в зависимости от того, где это будет располагаться. Ну вот, скажем, наши внутренние органы, могут ли они почки, к примеру? Могут ли они воздействовать на давление, на повышение давления? Конечно, могут. У нас вообще организм уникальная вещь. Я когда задумываюсь об этом, я думаю, как вот все-таки все у нас создано. Гармонично, да? Абсолютно. То есть у нас все очень взаимосвязано, очень взаимозаменяемо. И если один орган заболел, то, естественно, реагирует другой. У нас в почках тоже выделяются важные вещества, которые способствуют тонусу сосудов. Это тот же самый наш ренин, это ангиотензин и так далее. То есть эти вещества вырабатываются в почках, но они воздействуют на артериальное давление. И поэтому, если проблема возникает с почками, то, конечно же, это может приводить к тому, что давление повышается у таких пациентов. То есть это получается, пациентам нужно сначала поработать над почками, то есть излечить, если есть какая-то патология, да? И тогда как бы давление сбалансируется, придет в норму. А это уже зависит от других факторов. То есть когда вот ко мне приходит пациент, первый раз, я его никогда не видела, не знаю, и говорит, что у него повышается давление, болит голова, то мы начинаем смотреть, мы начинаем с ним работать, то есть откуда у него пошла. Не всегда бывает, что проблема с почками, хотя тоже такая вероятность есть, что изначально проблема с почками, почки вылечили, давление пришло в норму. Иногда даже бывает такое, что без медикаментов мы справляемся с гипертензией. Как? Стабилизация массы тела. Если у нас пациент, у которого там лишняя масса тела, он там весит при росте 160-120 кг, да, то, конечно же, у него артериальная гипертензия, ну, в 90% случаев будет иметь место. Вне зависимости от возраста, даже если это 30-летний парень, молодой. Вот. А после стабилизации массы тела он становится таким поджареньким мальчиком, и у него давление стабилизируется без препаратов. Но это бывает не всегда. Это получается при ожирении, опять же, тот самый жир, он воздействует на сосуды. Конечно же. Ну, не скажем так, не в прямом смысле он воздействует, но опосредованно, да, имеется такое взаимодействие. А что вот хуже? У человека повышенное давление или если человек сталкивается с пониженным давлением? У некоторых вообще пониженное давление? Конечно. Ну, во-первых, надо сначала понимать, что такое пониженное давление, что такое повышенное давление. У нас в Казахстане принята определенная классификация. Да, мы оптимальным давлением считаем 120 и 80 миллиметров продуктного столба, но до нижней границы это 90 и 60. То есть вот ко мне девочки приходят, говорят, ой, я живу с 90 и 60, ну я сама так же жила с 90 и 60, и в принципе я себя прекрасно чувствовала, никаких проблем у меня не было. Ну, а если же давление понижается, допустим, там 80 и 50, там или 80 и 0, естественно, это тогда уже более серьезная проблема, но она чаще всего бывает экстренная, требующая уже госпитализации и серьезных мероприятий именно со стороны медиков. А артериальная гипертензия же наоборот, 140 и выше, мы уже считаем, что да, у человека есть проблема. У нас эта классификация есть, хотя вот американцы, они, например, приняли вот в октябре прошлого года, что у них со 130 и 80 они уже считают, что это артериальная гипертензия. У нас вот как раз-таки наш институт кардиологии, они вот недавно освещали эту проблему, и у нас остается 140 и выше. То есть у нас вот такая вот градация. Тогда мы уже говорим, что есть артериальная гипертензия. Причем здесь имеет значение не только вот однократно, однократно вот ко мне подошел пациент, да, я ему измерила давление, у него 145 и 90, да, я говорю, ой-ой-ой-ой, все, у него артериальная гипертензия. Нет, это не значит, что у него артериальная гипертензия. Если он первый раз пришел на прием, то я должна как минимум 2-3 раза ему измерить давление, причем на двух руках. Это тоже очень важно, потому что на одной руке может быть одно давление, на второй руке разница где-то в 10-15 миллиметров она будет. И мы уже должны посмотреть, то есть где именно давление выше и ниже. И плюс еще, когда пациент приходит на прием, естественно, сам по себе белый халат, он немножко пугает. Как бы, какие бы мы вот не были бравадные, да, но все равно, хочешь не хочешь, адреналин вырабатывается, и пациенту сложновато, и давление может немножко повышаться даже у нормального, у здорового абсолютно человека. Вот, поэтому, когда мы такое видим, да, естественно, мы просим пациента промониторить давление дома или вообще ему надеваем суточное мониторирование давления. И он у нас сутки с монитором ходит, и мы уже видим, да, проблема есть или нет, проблемы нет. А вот пониженное давление, оно может как-то быть связано с, скажем, с нашим гемоглобином в крови, с кровью? Как таково? Если, к примеру, скажем так, просто гемоглобин понижен, давление понижено или нет? А, вы имеете в виду, когда низкий гемоглобин? Да, когда низкий, нет, нет, когда низкий гемоглобин, да. Ну, в принципе, да, но это, опять же, будет не прямая связь, это просто такая немножко астенизация, анимизация организма, и да, давление может понижаться еще в силу того, что пациент у нас слабый, да, у него сниженная работоспособность, и вот, и за счет этого будет. Но прям такой прямой связи между уровнем гемоглобина и давлением нет, ее нет. Но вот у нас, например, в Алма-Ате, и вот мы сейчас вот, когда смотрим наших пациентов, у нас, наоборот, склонность больше к повышению гемоглобина, за счет чего? Потому что мы живем в горном районе, у нас воздух разряженный, у нас мало кислорода, ну, не то, что мы прям в бескислородном пространстве живем, но кислорода у нас мало, и, соответственно, у нас повышается уровень гемоглобина. Вот, но здесь тоже надо смотреть. И я призываю всех пациентов сдавать хотя бы раз в год общий анализ крови. Почему? Потому что если высокий гемоглобин, высокий тромбоцит, это риск тромбообразования. И если плюс еще к этому есть артериальная гипертензия, то это очень-очень, конечно, сложновато, и с этим надо разбираться. У нас на линии телефонный звонок, давайте ответим на него. Ас-саламу алейкум, добрый вечер, вы в прямом эфире, и задавайте свой вопрос. Саламу ацзба. Саламу ацзба. Я сейчас 8.30. Ага. Я сегодня в 19.19. Я сегодня в 19.30. Анастоз assessor. Я aileter. Все отлично. То есть она говорит, вроде бы у нее давление нормальное, но она себя все-таки чувствует этот... Не хорошо. Нехорошо. И я поняла, что это с сердцебиением. Да, она ЭКГ потому что снимала. Часто сердцебиение, да? Но здесь тоже надо посмотреть. Естественно, будет очень сложно по двум симптомам сказать, что с пациентом. Но опять же, если на данный момент давление нормальное, то это не будет означать, что, допустим, гипертензия есть или ее нет. Надо посмотреть кардиограмму, конечно же. Надо послушать ухом, то есть провести аскультацию сердца и посмотреть, что там. ЭКГ, да, она, если есть сердцебиение, ЭКГ нам покажет. То есть, там, синусовая тахикардия или какие-то нарушения ритма более серьезные, то есть мы уже будем видеть. Но это в любом случае. Таких пациентов в самостоятельное плавание отправлять нельзя. Они должны находиться под контролем доктора. Или врача общей практики, или терапевта, или кардиолога. Но обязательно кто-то за такими пациентами должен смотреть. Тем более старшая возрастная группа. Возраст, да, имеет значение? Да, да. То есть я услышала, что возраст уже мудрый. Но в то же время за такими пациентами надо смотреть, следить. Ну вот скажем, у человека, человек, опять же, себя плохо чувствует. В этот момент первые признаки и первая помощь. Как он, или другой человек, находящийся рядом, как может помочь человеку, у которого поднимается, поднялось давление артериальное именно гипертензии? Ну, обычно вот наши пациенты с артериальной гипертензией, они уже, ну, давно болеют, да, то есть, там, десятилетиями или хотя бы пятилетиями. И все обычно знают, что да, если давление повысилось, надо принять элементарно таблетку каптаприла, если нет противопоказаний. Вот. Они принимают таблеточку каптаприла, и давление, естественно, снижается. Но здесь очень важно понимать, пациенты, которые страдают артериальной гипертензией, в первую очередь, они должны принимать свои базовые препараты, которые им должны держать давление в течение суток. Это важно. То есть, у нас есть, вот ко мне подходят дамы, ну и мужчины, кстати, дамы чаще, они говорят, ой, я вот там один препарат принимаю, и он мне давление там не держит. Ну, естественно, значит, надо посмотреть. Одного препарата может быть мало. У нас есть как минимум шесть групп препаратов для лечения артериальной гипертензии, воздействующие на разные точки. Вот. И если один препарат из какой-то группы, он не действует, то, может быть, стоит назначить два препарата в малых дозах, которые будут действовать на разные точки, в итоге у нас давление будет ровное. Здесь еще очень важно, чтобы давление в течение суток было более-менее ровным. Вот эти вот скачки сначала там 120, потом 140, обратно 120, они тоже для сосудов вредны. Потому что сначала сосуд у нас сузился, потом резко расширился, потом опять сузился. Но, естественно, это стресс для сосудов, для нашего организма в целом. Поэтому надо следить. Ну что ж, дорогой наш телезритель, вам остается просто пойти за консультацией к врачу. К терапевту. Или кардиологу, и там вам уже все объяснят. Возможно, назначат лечение. Сначала выявят, конечно, а потом назначат лечение. У нас на линии телефонный звонок, давайте ответим на него. Ассаламу алейкум, добрый вечер, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню из города Алматы, меня зовут Виктория. Я хотела бы задать такой вопрос. Есть ли разница в тонометрах? Почему тонометром лучше заменять артериальное давление? Допустим, ручным или механическим? Батарейки, которые зависят ли показателю от батарейки? Спасибо большое за вопрос. Важный вопрос. На самом деле, сейчас современные тонометры, которые автоматически, полуавтоматически, показатели практически одни и те же. Мы проверяли наши тонометры, которыми измеряет давление доктора. Это механический способ. Мы их проверяем. То есть у нас есть специальные медицинские техники, которые верифицируют, да, этот прибор работает или этот прибор не работает. Но сейчас, которые автоматы и полуавтоматы, они практически одни цифры дают. Но опять же, что здесь важно? Как пациент измеряет давление? То есть есть определенные правила. У нас человек пришел, допустим, с улицы, да, вот весь он такой вот проехал в душном автобусе и стал измерять артериальное давление. Еще вот так вот сел и начал измерять. Естественно, у него цифры давления будут высокие. То есть есть правило. После 15-минутного отдыха ноги должны быть выпрямлены. Надеваем манжету. Независимо. Или же вот этот вот ручной тонометр, который на запястье надевается. Или полуавтоматически. Надеваем манжету. Быстро нагнетаем воздух. И постепенно спускаем. Если это механическим способом, то мы слушаем тонны. Но это уже такая... Подробности важны. Очень важны подробности в таком случае. Хорошо, да. То есть мы уже слушаем. Когда мы услышали ухом первый тон, мы зафиксировали показатели. И когда мы перестали слушать тонны. Но очень важно. Ноги должны быть прямыми. И пациент должен отдохнуть. То есть ровно сидишь прям. Конечно, да. Ну не так, что вот мы сели, да, и как будто бы у нас там стержень какой-то. Более-менее расслабленно, но в то же время прямо. Если же у нас пациент лежит, ну понятно, что бывают разные ситуации. Хорошо. Опять же, тонометр должен быть на уровне сердца. Всегда. Между манжетой и рукой должен проходить один-два пальчика. Это тоже важно. То есть плотно манжету надевать нельзя. Еще важно. Манжета должна подходить по размеру. Какой бы у нас ни был. Автомат, полуавтомат или механическим способом обычным. Манжета должна подбираться по размеру. Не все доктора и не все пациенты это учитывают. Если рука, к примеру, у человека очень такая крупная. Да, у нас там человек опять же с массой 100 килограмм. И он надевает манжету, которая 25-36 сантиметров. Естественно, показатели у него будут неверные. Надо учесть. Во-первых, это надо учесть. Потом надо еще учесть, что курить и принимать кофе, чай, тоже перед измерением давления нельзя. Будут завышаться цифры. И плюс после плотного обеда, опять же, сразу измерять давление нельзя. Поэтому, в принципе, отвечая на вопрос Виктории, можно сказать, что особой разницы нет. Вот сейчас именно в современных наших тонометрах. Но опять же, давайте вернемся к симптоматике. Вы вроде бы говорили, что она протекает бессимптомно. Или все-таки есть какие-то головные боли возникают? Как человек ощущает в себе эти признаки? Да, в основном, конечно же, это бывает головная боль. Бывает, причем головная боль или давит затылок, или же давит на лоб. Или пациенты говорят, прям обручем сжимает, вот именно на высоте артериального давления. Или же говорит, на глаза давит. Это вот то, что касается головной боли. Да, виски пульсируют. Вот пациент сидит, вот ой-ой-ой, голова болит. Или же бывает, что начинают мушки перед глазами мелькать. Это тоже может быть. Но опять же, это не стопроцентная артериальная гипертензия. Это просто симптомы, которые могут заподозрить ее. Или же бывает, что начинает вот так сильно стучать сердце. То есть пациент ощущает, сердце стучит. Может ощущать одышку. Вот так вот ему тяжело вдыхать. Опять же, это может быть при повышенном давлении. То есть симптомов может быть масса. Но чаще всего, да, это головная боль. Они приходят и говорят, вот у меня болит голова, что мне делать с ней? У нас на линии телефонный звонок. Давайте примем его. Добрый вечер. Ассалам алейкум. Вы в прямом эфире. Алло. Алло. Ассалам алейкум. Уваг алейкум ассалам. Миннан Дэс Рамбар. Ага. Миннус Банца Барсанан. Миннум департамент давлением 12-80. Уйде, сумгин блад. Тешкысын, уйде, съосн, не тюжминде. 80-90 скутет. Не себеб. Халай, банисах Барангельжи, 120-80 дексіз ба? Да, да. Ал уйде? Уйде 90-60 скутет. 90-60, 90-70. 90-60, да? Ага. Чарайды, рахмет сізге суралымызга. То есть я так поняла, что дома, когда он измеряет, у него 90 и 60 давление, а когда в больницу приходит, 120 и 80. 120, да. Ну, то есть, опять же, это, скорее всего, такой еще немножко психологический фактор, не потому что человек боится. Я говорю, это вот бессознательно происходит, что когда приходишь, видишь белый халат. Почему сейчас многие доктора не носят белых халатов? Потому что это немножко отпугивает пациента. Я даже сама, когда прихожу к врачу, у меня начинается сердцебиение, я боюсь. Это нормальная реакция человека. Поэтому, скорее всего, вот такая вот особенность организма. Но еще надо проверить свой тонометр. Возможно, он... Да, возможно, там есть погрешности в измерении. Ко мне, например, когда мои пациенты приходят, они приносят свой тонометр. Мы измеряем моим, измеряем их тонометром и смотрим, их тонометры нормальные или же ненормальные. Почему? Потому что ко мне приходят они, к примеру, раз в месяц, а дома они должны измерять каждый день. Это тоже... Играет какую-то роль, да? Скажем. Да. Вот кратность измерения очень важна. Если у нас пациент только начинает принимать какую-то антигипертензивную терапию, лечение для... Препараты для лечения артериальной гипертензии, то он должен измерять свое давление дома. Утром, вечером. Утром, вечером. Чаще не надо. У меня есть дамы, которые там через каждый час записывают свое давление, потом еще отзваниваются, пишут в WhatsApp и говорят, вот у меня такие цифры. Нет, без фанатизма, конечно, но утром, вечером надо. Циклины просто, наверное. Да, да. То есть у нас есть люди, которые любят свою болезнь, и они ею живут. Вот. Утром, вечером измерять давление – это нужно. Для чего? Чтобы знать, что эти препараты подходят, то есть я себя на них хорошо чувствую, все окей, можно дальше жить спокойно. И, естественно, записывать дневничок давления. Это тоже то, чему мы обучаем наших пациентов – вести дневник давления. Ничего сложного нет. Две циферки написали, там 120 и 80, или там 140 и 90, все. Ничего особенного такого не надо. То есть зато ты уже режим какой-то пояс, ты будешь уже понимать, сколько... Да. Во-первых, и сам пациент понимает, и к какому бы он доктору не подошел, да, там терапевт, воп-кардиолог, неважно, мы все лечим одно и то же, грубо говоря, и он уже, доктор, видит, ага, вот в такой-то день, допустим, было такое-то давление, и да, вот здесь вот стоит принять меры. А вот там, к примеру, в течение месяца у него было все там 125 и 70, значит, все нормально, эти препараты действуют, или наоборот препаратов никаких назначать не надо. То есть это все очень индивидуально подбирается, но давление измерять надо. А у нас на линии телефонный звонок, давайте ответим на него. Добрый вечер, ассаламу алейкум, вы в прямом эфире. Анна, я хотела бы поблагодарить ведущего за приглашенного гостя, потому что Инна Евгеньевна, я знаю лично, и выразить огромную благодарность, потому что мы обращались к местной бабушке по поводу именно артериальной гипертензии. И доктор Инна Евгеньевна, она дала нам такие рекомендации, которые, естественно, мы следовали, и у нас возникли улучшения. Поэтому я советую всем пациентам, наверное, слышать своего доктора, который, естественно, будет болеть за пациента и переживать. И выразить к вам огромную благодарность. Спасибо. И вам спасибо за ваш телефонный звонок. У нас на линии еще один звонок, давайте послушаем его, примем. Ассаламу алейкум, добрый вечер, вы в прямом эфире. Еле удары борминутно. То есть он имеет в виду, это правильно ли, или 50 ударов в минуту? Тоже вопрос хороший. Вот буквально недавно у меня были две пациентки вот с таким пульсом. Точнее, с частотой сердечных сокращений. Проблем, точнее, ситуации, которые могут привести к такому низкому пульсу, тоже масса. Начиная с проблем с щитовидной железой, заканчивая проблемами в сердце. Опять же, здесь надо смотреть, какой возраст пациента, какой у него род деятельности, какая у него генетика. Но вот только если он однократно измерил ЧСС или пульс, и у него 50, конечно же, здесь очень сложно сказать, что это. Но в любом случае, это не всегда является нормой. Надо смотреть. Мы своим пациентам, например, ну это нормальная практика, когда у пациента ЧСС 50, и он чувствует себя при этом головокружение, какую-то вот необоснованную слабость. Тогда мы уже проводим более глубокое исследование. Да, начинаем с обычной кардиограммы и надеваем уже суточное мониторирование и смотрим для начала. Это в условиях обычной поликлиники проводится. И смотрим, как у него реагирует его ЧСС, частота сердечных сокращений в течение суток. И тогда мы уже смотрим. Может быть, сейчас вот он полежал, и у него пульс стал 50. Он подвигался, и у него пульс стал 90. Тоже очень все вариабельно. Ну и опять же, возможно, здесь играет большую роль возраст. Возраст. Возраст человека. И еще прием каких-то препаратов. Наши, возвращаясь к теме артериальной гипертензии, есть 2 группы, 3 группы препаратов, которые могут снижать пульс, снижать ЧСС. Поэтому здесь надо смотреть, что он еще принимает. И может быть, он сам по себе такой спокойный. Если его 50 абсолютно не беспокоит, он с этим живет много-много лет. Но опять же, сначала снять кардиограмму, сходить к доктору, а потом уже делать выводы. Все очень индивидуально. Очень. Ну вот, к примеру, возможно, если человек живет с давлением, вот образ жизни его, да, опять же. Мы говорим, что должен быть режим, какой-то режим питания, режим дня, режим сна, режим спорта. А вот у спортсменов как это протекает? То есть возможно ли возникновение именно артериальной гипертензии у спортсменов, сталкиваются ли они с этой патологией? Потому что простой человек-то, да, он, возможно, неподвижный образ жизни ведет, совсем не занимается спортом. То есть как спорт может ли быть причиной? Опять же, профессиональный спорт как таковое, это не всегда есть благо, правильно? Мы не видим наших спортсменов после 30, после 40 лет, что с ними происходит. То есть сначала они в тонусе, да, они, ну, и еще смотря какой вид спорта, есть, к примеру, пауэрлифтинг, когда они там 120-150 килограмм, у них веса мышц, и они там поднимают тяжести 300 килограмм. Это как гипернагрузка идет, правильно? И это может способствовать развитию артериальной гипертензии. Или же он занимается там легкой атлетикой, да, он бегает, он в таком, в хорошем тонусе, в хорошей физической форме, пока до предовремени у него АГЭ, ну, гипертензии не будет как таковой. Ну, опять же, частые стрессы. Если он там бросает свой спорт в 30 лет, никто не застрахован от того, что у него не будет артериальной гипертензии. Вот это, к сожалению, такая проблема есть. Вот. Хотела вернуться еще к курению. Я когда преподавала у наших студентов, медицинского института, у меня была группа, где было очень много мальчиков. Я не курила. Курильщиков, да? Курильщиков, да. Во-первых, я очень вредная, я чувствую сразу запах табака, и я им говорила, я говорю, ребята, не надо. Они вот приходили с перерыва, причем это будущие доктора, и мы провели с ними эксперимент. Они перед перерывом измеряли все артериальное давление. Ну, практически у всех было 128, 110 и 70. Ну, нормально, для 22-летних, 23-летних пацанов. Прекрасное давление. Они шли на улицу, они курили там по одной, по две сигареты, ну, перерыв 10 минут. Они возвращались обратно, мы им замеряли давление, 140-150 было давление у молодых ребят. То есть это да, это пока было однократно, это вот такой небольшой пик, и обратно все стабилизировалось, но опять же, это в дальнейшем может, это вот наши будущие пациенты, к сожалению. Поэтому курение очень страшный фактор риска. Тем более часто, сейчас же ты же видишь, каждый второй, наверное, человек, он употребляет, ну, курит. Да, да, это очень плохо, этого не должно быть. Оно получается не только сказывается на твоих легких, да, но и на давлении. И на давлении, и вообще на среднесудистой системе в целом, потому что у меня вот несколько было пациентов, у которых вроде бы все хорошо, у них нет избыточной массы тела, они правильно питаются, они сами медики. Вот два таких пациента у меня было, ну, возраст вроде бы как более-менее, там, мужчине тогда было 50 с чем-то лет, 55 примерно. Вроде бы все хорошо. Стрессов тоже, ну, да, он работает, вроде бы утром пришел на работу, вечером пришел, но он курил. И в один прекрасный момент у этого пациента на работе было большое, очень сильное переживание, ему там сделали выговор, и в итоге инфаркт на фоне курения. То есть, да, инфаркт пришел. Да. Это очень серьезно. Да, и когда провели коронарографию, оказалось, что там проходимость сосудов 10%. То есть, вот это вот курение, оно так забило сосуд, что он оказался практически непроходимым. Но, слава богу, его спасли, все нормально, он живет долго и счастливо, уже сколько, 6 лет, все хорошо. Теперь давайте перейдем к осложнениям. Какие могут быть осложнения при этой патологии, если, опять же, человек вовремя не обратился к специалисту за помощью? Да. Если посмотреть статистику, то от артериальной гипертензии, как от таковой, от нее умирают. И это страшно, на самом деле. От самой артериальной гипертензии и от того, что она вызывает этого. Ну, в первую очередь, чего мы боимся, это развитие инфарктов, развитие инсультов. Это большая проблема 21 века. У нас в Казахстане мощная программа именно по профилактике, как не допустить эти заболевания, так и потом вести таких пациентов, у которых эти заболевания возникли. Но вот если поговорить, в первую очередь, инфаркт и инсульт, опять же, потому что они приводят к смерти. То, чего мы боимся. Или к инвалидизации. Да, или к инвалидизации, что тоже, я не знаю, что лучше, что хуже. Здесь надо учитывать. То есть пациент, который имеет артериальную гипертензию, для него очень важно, чтобы он принимал свои препараты регулярно, чтобы он был за ручку со своим лечащим доктором. Ну, я утрирую, конечно, чтобы он дружил с доктором, чтобы он измерял давление. Но все равно, иногда бывает, что возникают осложнения. Инфаркт миокарда. Да, очень часто бывает, что давление повышается, сосуд закупорился, и мы получаем инфаркт миокарда. То есть кусочек, грубо говоря, ткани сердца, он отмирает. И там остается, ну вот есть пациенты, которые говорят, да, вот у меня там мешочек возник, или у меня там какая-то мертвая ткань. Это страшно, потому что зависит от того, какой кусок ткани умер, где находится этот кусок, ну, я утрирую, конечно, и насколько, каким серьезным последствиям это привело. инфаркт миокарда. Боли за грудиной. Это, ну, наиболее частый симптом, который мы чувствуем. То есть пациенты говорят, болит вот здесь. Давит, жмет, колит, что может быть? Отдает в левую руку, отдает в левую челюсть. Иногда бывает, просто болит голова, но это все может свидетельствовать о том, что начинается инфаркт миокарда. Наша кардиологическая служба и служба скорой помощи, в принципе, они уже отточены. Это с 2009 или с 2012 года идет большая государственная программа именно по профилактике этих заболеваний и по ведению таких пациентов. И у нас все доктора и медсестры, и фельдшеры уже знают, если поступил звонок в скорую помощь, что у пациента боли за грудиной, естественно, сразу бригада приезжает. И здесь что важно? Снять в первую очередь электрокардиограмму. Да, снимают кардиограмму, смотрят, да-да, есть подозрения, нет подозрения и уже дальше, естественно, госпитализируют пациентов. Что надо нашим гражданам знать? Если возникает боли за грудиной, если есть какие-то, ну, старшая возрастная группа, то нитроглицерин всегда должен быть с собой. Нитроглицерин или изокет или какой-то препарат, который расширяет именно сосуды сердца. Потому что, что такое инфаркт миокарда? Это сосуд, который питает сердце, миокард, он перестает работать. Все. То есть мы не видим, как вот трубочка у нас засорилась и питание туда не поступает, естественно, ткань не функционирует. А давление при этом 220 на 140? Конечно, может быть такое. А может быть даже давление 150 и возникнуть инфаркт миокарда. Не у всех пациентов с такой вот тяжелой махровой артериальной гипертензией возникнет инфаркт миокарда. Они могут уже быть адаптированы к этому давлению 220 и жить с ним. Долго, но несчастливо. Потому что до поры до времени. Иногда бывает, да, давление 140 возникает инфаркт. То есть, опять же, это все индивидуально. Вот еще вопрос. У людей, скажем, с повышенным давлением, им вообще сейчас как раз, если говорить о летнем периоде времени, опять же, все планируют отпуск на это время. и частые перелеты. Скажем, частые перелеты в другую страну, оно как-то может повлиять на человека, на гипертоника? Да, может. Мы всем своим пациентам советуем, во-первых, когда он знает, что будет перелет, особенно длительный перелет, все, что дают в самолете, сколько раз пить, надо пить. Перед перелетом желательно принять таблетку, ну, банально, там, четвертинку аспирина, или кто принимает другие антитромботические препараты, просто сейчас не буду называть коммерческих названий, вот, то, или тогда принять их. Ну, то есть, каждый пациент уже знает, что он именно принимает. Ну, банально, аспирин, четвертинку таблетки, не целых 500 миллиграмм. Для чего это нам нужно? Чтобы у нас сосудики, кровь по ним шла более спокойно, более вальяжно, чтобы не было риска тромбообразования. Вот. И, да, проблема такая есть, частые перелеты, плюс, и еще смена часовых поясов. Но здесь уже тоже, чисто индивидуально, какой у нас перед нами человек, если это молодой пациент, то у него резервные способности организма большие, он выдержит, а если же это пожилой пациент, то есть, ну, не пожилой в возрасте, то, конечно же, свои препараты, и плюс еще элементарный, там, каптаприл, или то, что он принимает именно экстренно, должны принимать. Ну, это то же самое, человек, скажем, ну, перелет на самолете, опять же, дальнобойщики, там, дальние расстояния, связанные с дальними расстояниями, все-таки нужно, да, под рукой иметь эти средства. Да, дальнобойщики, это тоже как группа риска, именно в силу, да, особенностей профессии, потому что, во-первых, статическая поза, она тоже имеет значение, зажимаются сосуды шеи, плюс, они не спят долго, да, и концентрация внимания, как стресс, тоже это может быть фактором риска развития артериальной гипертензии. Или, возможно, дальнобойщикам опять, существуют какие-то упражнения, да, скорее всего, существуют упражнения, то есть, чтобы он не сидел, скажем, в одном положении очень длительное время, остановился, вышел, сделал зарядку, скажем, банально. по идее, они так и должны делать, они должны останавливаться, по крайней мере, разминать, да вообще, по идее, эти все упражнения должны делать каждый из нас, особенно те, кто занимается офисной работой. Сидячий образ жизни. Да, да, у нас потому что люди пришли за компьютер, они сели, и все, и сидят, ну, максимум, вот так развалились в кресле, но не более того. У нас позвоночник, это наш стержень всего, и если у нас будет все зажато, соответственно, сосудики тоже, они пережимаются, нервы пережимаются, и мы получаем то, что мы получаем. Поэтому у нас и молодеет гипертензия. Ну, опять же, во всех этих вопросах немаловажным является метод, методы лечения, то есть, как лечить эту патологию, и на сегодняшний день существуют, какие, может, сверхинновационные методы лечения, возможно, человек может как-то побороть эту патологию без медикаментозного лечения. Расскажите поподробнее здесь. Конечно же, да, есть немедикаментозное, то есть, без применения каких-то лекарств, есть все-таки с применением лекарств. Здесь мы сразу пациентам говорим, изменить привычки питания, да, нужно. Мы живем в городе, мы живем в стране, где мы любим кушать мяско, мяско жирное, согласитесь, независимо от национальности, независимо от всего, но это наши особенности питания, нашего региона. Мы мало кушаем фруктов, несмотря на то, что у нас в Алма-Ате сплошь и рядом фрукты все есть. Мы пересаливаем пищу, то есть, пациентам в первую очередь надо объяснить, не досаливать, я не говорю полностью исключить соль, потому что исключение соли она тоже не есть хорошо. То есть, соль должна поступать, но в определенном количестве, до 3-5 грамм в сутки, не более. Пить достаточно жидкости, но не 5 литров в день, как некоторые пытаются пить. Питание должно быть разнообразным, то есть, мы должны все равно кушать овощи, фрукты в достаточном количестве, по крайней мере, 5 штук, там, яблочек, или 5 штук помидорок, или, к примеру, там, морковку, свеклу, и еще что-то в день мы должны потреблять. Согласитесь, не каждый из нас это употребляет. Не каждый. К сожалению, да. То есть, питание, да, образ жизни, да, стараться ходить пешком. Вот я скажу про себя, я, например, работаю 30 минут, я иду пешком туда, иду пешком обратно. Мы специально продали машину, мой супруг точно так же. Ну, 10 тысяч шагов в день я делаю. Я не считаю это чем-то зазорным, несмотря там на какие-то свои моменты. Отлично, это на заметку всем нам. Да. Да, и зато, ну, прекрасно себя чувствую. И вес бросила. Масса тела очень важна. Приходит ко мне дама вот с такой вот фигурой в виде яблочка и говорит, у нее артериальная гипертензия, она может стабилизировать свое давление именно тем, что она снизит массу тела. По поводу нагрузок тоже надо понимать, что не обязательно там ходить в фитнес-зал, заниматься пять раз в неделю. Надо найти для себя ту нагрузку, которая будет приятна для пациента. Или это танцы, или же это плавание, то есть любая нагрузка, которая будет приятна и доставлять какое-то удовольствие. Инна Евгеньевна, спасибо вам большое, что вы сегодня пришли к нам в студию. К сожалению, наше время ограничено, время прямого эфира ограничено. хочу пожелать вам хотел сказать творческих успехов. И творческих тоже надо. И творческих успехов тоже, да. Процветайте, развивайтесь, все-таки врачи, то есть люди в белых халатах нам нужны. Спасибо за то, что вы пришли сегодня к нам в студию. Дорогие телезрители, ну, мне остается пожелать вам самого лучшего, то есть все, что желаю я себе, желаю вам. А я хочу быть здоровым, поэтому для этого мы должны вовремя обращаться за помощью к специалистам, вовремя проходить какие-то лабораторные исследования, проходить диагностику, хотя бы в год один раз, не менее. Увидимся с вами в следующий раз здесь же в прямом эфире программы Манэзда на селе. До скорых встреч. Ассалам алейкум. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин